Знаете, кто нас принял первыми из музыкантов? Рокеры питерские. Серёжа Курёхин, Саша Ляпин. Причём это произошло, как будто они... Хотя казалось бы, как раз нашли. А вот как это произошло? Серёжа Курёхин пришёл к нам в студию, когда мы писали. Мы писали просто первый диск. Он просто пришёл к нему в гости, я не знаю, каким образом. Мы пришли в студию. Юра его позвал. И сидит человек и слушает нашу музыку. Потом он говорит, это Сергей Курёхин. И я даже уловила момент, он там слушал какие-то... Смотри, так у него слеза потекла из глаза. Надо же так воспринимать нашу музыку. А потом он предложил нам совместный проект. Один, потом второй. Мы с ним поехали на BID в Берлин. Потом вместе поехали в Ташкент на фестиваль международный. Как-то действительно рокеры воспринимали нас как... А вы их как воспринимаете? Так же. Не всех, но те, которые отзывали. Ну вот казалось бы, смотрите, совершенно полярные два способа создания музыки. То есть это архисовременное направление и наоборот архидревнее. Архи оттуда... Мне кажется, они возникли из места того, что они хотели какие-то чувства свои передать в необычной форме. Опять же, разрушить какую-то математичность и стереотип. Да, и вот поэтому, может быть, и совпало что-то. Да, с джазменами было сложнее. У нас только два таких счастливых пересечения с джазменами. Это вот в Киеве... Мы записали там альбом «Звезда Полынь», посвященный Чернобылю, и «Танцующее время». Несколько концертов мы вместе сделали, даже в Одессе, в филармонии. В оперном театре. Потом в оперном. Сначала в филармонии, помнишь? Под конец Володя там. Вот. Но вот мы сколько-то работали вместе, а потом всё, мы слышим, они повторяются. Квадрат там, понимаете, да? Ну, там есть какие-то каноны, там есть импровизационный канон, да? Есть доля импровизации, есть доля... Ну, вот недавно, относительно недавно, в Вильнюсе мы с таким фриджазом познакомились. Ну, это лихо. Мы сделали такой альбом «Happy, happy, crazy». Такой безумный совершенно, но потрясающий, ребята. Знаете, вот... И счастливый сумасшедший. Астыковка происходит тогда, когда человек от эмоционального мира идёт. Не от головы придумывает музыку, а вот импровизирует. Астыковка. Кто? Повем. Кто? Кто?